здравствуйте друзья такой вопрос коротенький коротенький у нас сегодня а всю жизнь можно рассказывать значит вопрос такой как как вдруг мы со светланой решили уехать из ссср и почему именно в сша например не вдруг не в другую страну хороший вопрос да значит давайте насчет другой страны сначала дело в том что все-таки это давно было уже 26 лет как мы уехали а когда мы собираем начали заниматься то считай 27 поэтому то и больше значит как получилось что сша не было вариантов никаких ну то есть теоретически теоретически можно было например поехать в израиль но но как-то мы не хотели первую очередь светлана потому что там жарко она клевать физически она жару плохо переносит с одной стороны другой стороны но страна маленькая и в это время как такой массовый был исход и израиль как бы явно не справлялся с этими объемами вот ну и где где взять вот где взять применение там такому количеству инженеров там врачей учителей так далее маленькой стране да но как-то у нас не было не было вопроса то есть мы не рассматривали израиль хотя это было очень просто все раз и и поехал в тот момент в тот момент а в сша были родственники в сша сначала уехала сестра жены потом уехали и родители так раз год за два года на сестра потом через год родители потом но и куда же нам было ехать то есть вопрос даже не реально и не стоял никак больше то есть если мы были там вдруг охвачены там сионистской идеей то может быть мы конечно оказались и в израиле независимо от этого но охвачены мы не были вот так что привыкли жить большой стране где там много всего но как то так мы мы люди большой страны вот по самочувствию самоощущие в теории были такие страны как австралия новая зеландия даже южноафриканская республика так как-то народ как-то так добирался канада но но как-то нас настолько не связывало ничто вот с ними со всеми ну то есть совсем не что поэтому как-то даже и мысли не было и по сравнению с америка и где понятно было за почему все остальные страны как-то было непонятно почему так так и получилось кроме того информационный мир был немножко другой тогда ну то есть ему быть существенно другой не было информации мало было информации о том как люди живут в разных местах и но не было интернета там многие из вас может быть даже не представляет как это вообще без интернета вот так как то вот и без интернета и без газет и вот так если там письмо какой-то там почитаешь кто-то прислал кому-то прислала там люди сидели читали слушали но еще было вот радио было да там какая-нибудь голос америки там немецкая волна радио свобода но вот но тоже их в москве хоть невозможно было слушать их так глушили сильно что просто просто ужас там я не знаю как как надо было умудриться чтобы чего-то там разобрать в общем так вот такой вот мир был интересным почему вообще надо было уезжать и как так получилось я думаю что в каждой семье конкретно которая вот так снялась с места есть какая-то своя причина может быть набор причин небольшой так вот на всех вместе если поделиться но вот у нас причина была в том что во первых во первых светлана супруга с детства вот как вот как родилась понимаете она как-то энергетически вот так видимо ощущала что место неправильно то есть там не нравилось и никакой логики такой явный в этом не было но вот скажем вот если вы ее спросите почему она скажет это же очевидно понятно ну как тут можно жить там и так далее но но вот у нее это было вот как бы такой органикой такой но конечно и раньше уехали но просто не было возможности тоже до до того момента как мы уехали это было крайне крайне сложно но но то есть 10 лет вообще не было выезда вот из-за афганской войны перед афганской войной было несколько лет когда разрешили выезжать это было связано с политикой разрядки международной напряженности вот так договорились договорились что значит как часть этой программы будут отпускать значит евреев по линии воссоединения с родственниками и вот это вот немножко несколько лет просуществовала потом захлопнулась и вот на тебе вот и вдруг значит при горбачёве сейчас есть кто-то мне рассказывал я это не читал а я это слышал от человека который присутствовал на встрече с госсектором шульцем сша тех лет и шульц рассказывал что он несколько раз но там по работе приезжал в советский союз встречался с горбачёвым а перед тем как заехать союз он значит он летел в израиль там проводил какое-то время и дальше летел в москву ну и горбачёв ему так как-то недовольно так гэтаж тут если вы узнаете что там этот израиль что почему тот этот и шульц так сказать уловив интонацию шульц ему гает я чувствую гать михаил сергеевич не любите вы евреев и он так горбачёв так вот понятно было что не любит этот и могут так отпустить их нафиг че зачем зачем же ты держишь бит если еще и сам не любит это пусть валют вот и это горбачёва убедила ну еще раз в рассказе шульца так звучит точнее в рассказе о рассказе шульца ну короче вот вдруг и так пусть едут и и вот мы попали в эту волну то есть когда мы принимали решение о том чтобы ехать в бэкграунде как бы да вот там присутствовал момент что это может закончиться в любую секунду или ты сейчас уедешь или это может еще на 10 лет потом вы помните что с горбачёвым переключилась правда то есть мы уже были полгода в сша но может быть чуть больше когда гагачи п приключился и так далее мы думали боже вот сейчас захлопнется как 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 удачно вот мы выскочили в этот момент поэтому и нестабильность ситуация очень сильно присутствовал очень давило то что начался массовый такой исход из ссср и вы знаете как всю жизнь живешь тогда были такие бумажные записные книжки телефонные телефонные книжки там с алфавитом так и вот каждую неделю почти ты идешь на какие-то проводы или домой кому или в аэропорт давайте каждую неделю ты вычеркиваешь кого-то из телефонной книжки потому что человек уехал и это очень депрессивно на самом деле если вы попробуйте представить себя в такой ситуации депрессивная штука ну а в общем ты начинаешь задумываться и так далее а тут вдруг уехала сестра светина вдруг ни с того ни с сего пенсионеры родители уже на пенсии люди и значит папа такой энергичный у него и вот папа говорит да мне ведь все равно что помирать где-то черная как так я хоть мир посмотрю понимаете а он там 18 года рождения пойти всю жизнь вот там где-то где-то вот в общем он два раза был в германии один раз во время войны а второй раз по путевке туристической уже в пенсионном возрасте а так вот все больше дома знаете как там на чем поедешь там за границу на танке а на чем ехать у нас у нас только на танке можно было за границей оказаться так вот в общем короче вдруг он раз и снимается за три дня они уехали за три дня то есть они пошли там спросить насчет билета им говорят вот там через но они думали там полгода пять месяцев сколько там им год но вот не хотите долго ну вот пожалуйста через три дня если нет берем за три дня не упаковались и снялись такая была история в общем и мы во всем этом как бы купаемся информационном поле понимать им и это начинает действовать на мозги сильно поэтому ты начинаешь рассматривать вещи которые раньше не рассматривали и так она потихонечку при том что я как человек такой деятельный я был занят тем что разрешили коммерческую деятельность там вот у меня был кооператив там в котором я расцветал вот тогда еще никого не убивали там с утюгами не ходили так спокойно все было зарабатывая на здоровье опять в этом был элемент нестабильности в этом было был сильный такой депрессивный элемент состоящий в том что надо взятки давать я никогда не брал не давал и как-то мне это казалось очень но я не знаю но это было абсолютно против моего естества такого да я первый раз когда взятку дала причем они хотели они ждали эти взятки а мне говорят надо дать и я я разрывался весь и я потом три дня там спать не мог три ночи очень в ужас ну и короче вот это вот мне не нравилось но ужасно не нравилось то есть с одной стороны какая-то свобода такая с другой стороны какой-то уже очень уголовный характер это все принимает такой не не симпатичный в общем так вот но если первый их так пинок можно сказать я получил от светланы пошли вот то дальше процесс начинал приобретать необратимый характер потому что вы начинаете ходить по разным инстанциям вы начинаете общаться с разными людьми вы сталкиваетесь с какой-то жуткой ненавистью которая на вас выплескивается из разных там учреждений потом человек просто хочет уехать живет человек взял уехал чё ты не вы чего это предатель это враг это там еще чего-то и короче чем дальше вот так это все движется тем больше ты понимаешь что надо валить но просто надо валить потому что тут жить нельзя и в понимании того что там жить нельзя в моем понимании существенную роль сыграла вот это вот переключение с работы по найму на работу как бы то что сейчас бы я сказал self-employed такой у меня был как бы такой маленький бизнес очек но вот я скорее всего это ближе к индивидуальной такой деятельности коммерческой индивидуальному предпринимательству чем какому-то предприятию у нас и офиса то не было там так все были на контрактники там проект такой проект такой вот я как бы один из дома это все делал поэтому так не вот такого маленький такой предприниматель но вот когда я с этим столкнулся вот с тем чем ты сталкиваешься когда тебе нужно что-то доставать с кем-то договариваться какие-то контракты заключать рассчитываться деньгами там и так далее и вот тогда я я понял что так жить нельзя когда ты работаешь по найму а я там был научным сотрудником я занимался метод разработка методов быстрого обучения это очень такой дайте генерешь там крутеж там все вот так вот идет если хотите я повешу сегодня видео это видео не 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 про меня это не видео это фильм собственно это в это был фильм он показывался по телевидению но у меня есть я на ю тубе у себя держу на канале если хотите я повешу значит это была такая штука группа в которой я работал за два года до того как я туда пришел про них сняли кино на полчасика не знаю там сколько там было на киевской из студии документальных фильмов это было чуть чуть не самая лучшая студия документального кино в ссср это очень знаменитая студии режиссер известный был мне вот и просто вы видели там в какую обстановку я попал вот поэтому я был абсолютно как бы в этом во всем аспирантуре учился хотя аспирантура меня уже тяготила потому что я уже как бы в коммерческой такой деятельности был и тут надо ездить куда-то в казани у меня была аспирантура и каждый раз найти придет письмо такое что если к какому-то числу не сдадите там очередную главу мы вас отчислим я бросал все дела там сидел три дня писал эту главу значит потом ехал сдавал обсуждение там на кафедре в лаборатории в общем вот такая была жизнь интересная конечно там не 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 до этих всех было дел то есть я был поглощен вот вот этой сиюминутной текучкой вот но еще раз как только ты начинаешь двигаться в этом процессе ты вдруг понимаешь что что то как ты раньше жил это вообще невозможно у нас на канале постоянно происходит вот я постоянно получаю письма знаете вот человек пишет там я себя жила там никого не трогала все у меня в жизни было хорошо потом стала смотреть ваш канал и понимаю что так жить нельзя давайте это это чек просто канал смотрит а а мы то просто варились в этом в эти каналу это можно выключить а родственников же ты не выключил друзей которые уезжают и не выключил в общем вот так как то вот весь клубок такой был ну что еще потом понимаете есть еще один момент в этом во всем будучи так это от рождения евреями мы я и светлана значит мы жили в среде вот и смотри не пропустил странно чек еще сам ушел направо значит мы как бы с детства самого сталкивались но на бытовом уровне с какой-то вот ненавистью неприятием там и так далее вы скажете но это же не то что все вокруг нет это не все но достаточно одного на сотню если вам раз в неделю один из сотни что-нибудь скажет да у вас будет ощущение что все я я вам обещаю короче вот это вот да а все молчат вот никто не даст вам по морде никто не остановит не заткнет не нарет ничего вот а все гитает как выводил поэтому это на бытовом уровне а потом начинается уровень государственный когда тебя не берут в институт когда ты не можешь продвигаться по работе и на работу тоже не берут и так далее у тебя есть вот такой параллельная цивилизация где ты можешь жить а вот там нет а вроде бы мы все вот как же но вот и я думаю что похожие похожее состояние испытывают так мне кажется русские которые жили в союзных республиках там и в казахстане и в узбекистане и в прибалтике там и где-то еще откуда их потом где пинком где словом добрым где там еще чего-то нападали и и или они сейчас продолжают там жить или даже вот в европе да вот мы постоянно я слышу рассказать о том как они в швейцарии живут как они еще где-то живут вроде ты живешь живешь но ты в общем место свое знай этим вот это ощущение знает свое место мне не нравилось то есть я должен был знать ну и короче и это с детства поэтому вот такой связи такой сильный знаете как вот 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 от земли да вот ее не было точнее она боролась она как бы есть с одной стороны а с другой стороны она борется с ту реальностью которую ты видишь сталкиваешься вот она как бы вот вот вроде ты тут и у тебя корни и тебя все тут а а другой стороны нет а вроде ты какой-то чужой да еще и не благонадежный там вроде бы как ну в общем такая ситуация и они фактически выкинули страны вот этим всем система выкинула из страны вот евреев конкретно значит но и не только евреев вы посмотрите вот допустим те же баптисты те же там пятидесятники и так далее там они они тоже их их сажали за отказ от службы в армии вот и я не знаю много об этих людях но во всяком случае система их гнобила поэтому они легко снялись и поехали так что люди которые попали под какое-то вот такое давление им проще безусловно проще так что вот так и уехали вот видите сколько времени там ушло пока мы уехали а мы тут за 20 минут до работы доехали и вот вам вкратце вся история переводя на современный язык как бы на современные реалии что ли я могу сказать что в современном мире у людей могут быть другие причины почему у них есть ощущение что это как-то вот не мое место да что я здесь лишний допустим какие-то из них может быть давайте я попробую там стать какие-то из них может быть перекликаются с тем что было в наше время какие-то могут быть и другими ну я например вижу людей которые воровать не умеют воровать не умеют взятки брать не умеют как-то вот в криминал такой не хотят и болезненно это ощущают а другие как родные они даже рады они бы ты даже лучше чем в америке где взятку не возьмут при ваш там где еще а тут пожалуйста раз договорились поэтому есть люди которых вот это гнетет у каждого у каждого свои какие-то гнетущие факторы а есть люди которых просто вот авантюризм такой их понеслось понимаешь вот иммиграция всегда была она была и до коммунистов правда это же не то что хотя конечно если мы посмотрим вот на америку и на первых иммигрантов они от других большевиков уезжали да то есть там был были религиозные преследования то есть можно сказать политические да то есть были преследования и они они от них уезжали и примерно так вот похожая ситуация то есть тогда значит его не там не зави ну не за не за кровь а там скажем за вероисповедание вообще за кровь надо сказать кроме фашистов и коммунистов за кровь никто никогда не в истории не преследовал то есть скажем евреев они преследовали и раньше но за вероисповедание как бы да за философские так сказать мировоззренческие основы человека но чтобы вот допустим что-то он родился от таких родителей такого не было скажем тот еврей который принимал православие например он переставал быть евреем никто на него не смотрел как на евре в наше время ты хоть коммунистом быть понимаете вроде он мировоззренческий так сказать в системе но но пятый пятый пункт и есть пятый пункт поэтому я хочу сказать нам в чем-то было проще в чем-то было проще но мы ехали в абсолютную неизвестность вы даже представить не можете вот как в омут с головой ничего не понятно что там в омуте да может поможете нет вот сейчас вам проще вы там посмотрели заранее договорились приехали в каком окошке там кто визы выдает розовая кофточка там формы читаете цены знаете можете продать какую там недвижимость если есть чего можете накопить можете заработать вот приезжают люди с деньгами ничего этого не было то есть опять это было быть было проще с точки зрения устроиться поймете не было вот этого груза приехал надо обустраиваться вот так что мне кажется с этим иногда проще так вот когда когда без денег когда вот раз и на нерве так и понеслось ну хорошо ладно пора работать счастливо вода ну